Это некоторые параметры, соответствующие связи между усилителями. Ну и можно сказать, можно показать, мы в общем уже это так вкратце делали, что при любом изменении Даль-ТВ для любого из усилителей, при изменении выхода, то энергия системы, ну во всяком случае, не повышается. То есть изменение энергии Даль-ТВ не положительное. Это говорит о том, что такая система имеет определенные наборы устойчивых состояний, причем на самом деле эти устойчивые состояния реализуются вблизи предельных точек для каждого усилителя. То есть либо ноль, либо максимальное значение. В связи с этим в физических приложениях очень часто все вот это заменяют на гораздо более, не скажу, что простую, но привычную систему, сумма по и й, и й, дальше идут спиновые переменные, сейчас соображу с одной и второй. С и т умножить на с й. И оси т и оси т это изинговские спины, то есть каждый из этих спинов принимает значение плюс-минус единица. Связь между параметрами В и параметрами С очень простая. Вот такая. Так или наоборот. Наверное, наоборот все-таки. Если В равняется нулю, то единица, если В равняется единица, то минус единица. Ну, в дальнейшем будем пользоваться вот таким спиновым представлением, оно наиболее привычное. Значит, как это представление можно использовать для того, чтобы распознавать образы? Ну, мы имеем здесь образ, который представляется в виде вектора. Какой-то образ с произвольным номером П. Это набор плюсов и минусов, обычно единичку не пишут. Соответственно, плюс или минус означает, если нейроны перенумеровать, один, два, три, четыре, означает состояние, в котором находится нейрон с номером соответствующим. Можно приписать плюс, скажем, состоянию возбужденному, минус состоянию заторможенному. Если я захотел, допустим, что-то нарисовать, вот я нарисую простейший вариант. Матрица из девяти нейронов. Нейроны я могу перенумеровать таким образом. Один, два, три. Ну, соответственно, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ну, кстати, это не единственная возможная нумерация. Я могу их вот так вот нумеровать по диагонали. Значит, в принципе, это не важно. Главное, чтобы это было единообразно. То я получу для каждого состояния девятимерный вектор. Значит, каждая компонента этого вектора либо плюс, либо минус, или минус. Ну, если я вот тут договорюсь еще дополнительно о некоторой графике, скажем, черная или белая графика, то у меня получится, скажем, в данном случае, буква Т нарисована. Понятно, что если я возьму достаточно большую матрицу и могу нарисовать достаточно сложные картинки. Можно вводить цвета, можно вводить градации. Это, в общем-то, различные варианты. Усложнение такой модели. Ну, градация, это, скажем, у меня плюс-минус единица, а я могу усложнить сеть. Грубо говоря, каждый нейрон размножить. Так что вместо одного нейрона, в котором два состояний, получилось нейроны, допустим, с восьми возможными состояний, вот уже получу восемь градаций черного, значит, и могу описывать более сложный струнтур. Работы с такими усложнениями не были, но я остановлюсь на самой простой идее, потому что нам важно понять принцип. Значит, в таком пространстве таких векторов расстояние между нейронами можно... Расстояние между образами, простите, можно определять обычным скалярным произведением. Например, перекрытием. Когда я пишу вектор, это означает вот именно то, что я здесь написал. Ну, или вводить расстояние по Хеммингу. Как единица минус Q, деленное на 2. В принципе, и то, и другое возможно. Обычно еще делают следующее. Образы позитива и негатив считают одинаковыми. Ну, то есть, если у меня буква Т, это белая на черном фоне, то наоборот, черная буква на белом фоне, это тоже Т. То есть, максимальное расстояние, минимальное расстояние Q, это Q, равное плюс-минус 1, поэтому здесь можно поставить еще и знак модуля. Максимальное расстояние будет 1, 2, или перекрытие Q, равняется 0. Образы ортогональны. Ну вот, если немножко присмотреться к тому, что я сказал, то, на самом деле, такая сеть требует, вообще говоря, автогональности образов. Это достаточно легко понять, если учесть, что для обучения у нас используется правило Хеба. Суммирование идет по всем образом. То есть, берется нейрон с номером И, берется нейрон с номером Й, составляются вот такие произведения, и суммирование ведется по всем образом. Иногда это все нормируется на количество образов. M – это количество образов. Количество всевозможных вообще конфигураций? Нет, не всевозможных конфигураций, а количество образов, которые мы в память собираемся заложить. То есть, видите, у меня вполне конкретный образ. Вот, 14 букв, скажем, я заложил, тогда M будет равно 14. Ну, поскольку здесь есть ярко выраженная магнитная аналогия, то магнетики в себя ведут очень просто. В магнетике все определяется направлением так называемого молекулярного поля, эффективного поля, поля Вейса. Это все эквивалентное понятие, которое действует на каждой конкретной скине. И определяется как минус производная Гамильтаниана по величине этого скина. Если я посмотрю на то, что здесь написано, то у меня поля Ошитое равняется сумма по й и й, с й. На практике, для того, чтобы понять, в каком состоянии находится сеть, используют три метода. Я их уже упоминал. Значит, первый метод, так называемая синхронная динамика. Это означает, что мы предъявляем в сети какой-то образ. Ну, что значит предъявляем образ? Это означает, что мы вот эти вот значения спинов, как принято говорить, ручками, расположили в соответствующем направлении. То есть, Ошитое, которое предъявили, это означает, что мы на каждом узле задали какой-то спин, плюс или минус. Значит, естественно, после этого можно для каждого спина найти вот это вот молекулярное поле. Значит, если, скажем, на узле спин плюс, и поле тоже плюс получилось, то, соответственно, спин и останется в направлении поля. Если на узле спин плюс, а поле, скажем, минус, или наоборот спин минус, а поле плюс, то такой спин перевернется. Вот все спины разом переворачиваются, укладываются в направлении своего поля, и после этого снова считается поле. Снова спины переворачиваются. Ну, как правило, несколько таких итераций, за исключением особых случаев, которых я тоже уже упоминал. После нескольких таких итераций спины застывают. Ну, то есть я, скажем, на этом узле спин плюс, поле считаем, но тоже плюс. Это для всех остальных узлов. То есть переворачиваться спина больше не нужно. Патологические случаи, это вот ситуации, которые зрительно соответствуют, помните, я вот там два лица или вазу рисовал, соответствуют бинарности восприятия, когда, скажем, картинку нельзя четко определить, что это такое, два лица или ваза. И причем реальное зрение устроено так, что при попытке сфокусироваться, например, на восприятии два лица, мы их тут же перестаем видеть и начинаем видеть вазу, и наоборот. Значит, вот это соответствует биениям, когда у меня система колеблется между двумя устойчивыми состояниями и не может в каком-то из них остановиться. Это синхронная динамика, но она вычислительно проще. А синхронная, по сути дела, то же самое, но я сначала переворачиваю один спин, потом перехожу ко второму считаю для него поле, переворачиваю второй спин и так далее. Ну и есть третий вариант. Третий вариант заключается в том, что я спины переворачиваю с некоторой Больцмановской вероятностью, с вероятностью пропорциональной минус Дельта Е, деленная на КТ. Т это некоторая условная температура, а Дельта Е это изменение энергии, которое соответствует перевороте спина на каждом конкретном узле. Такая вероятность, она рассчитывается на самом деле для каждого конкретного узла. То есть может быть такая ситуация. Спин плюс, поле плюс, изменение поля увеличивает энергию, на этом не менее, изменение, простите, спина направление увеличивает энергию, но я, тем не менее, его изменю, изменю, считая, что вот у меня изменение может произойти с вероятностью такой-то. На практике бросается случайное число, если это число оказалось больше, это и увеличение спины переворачивается. По алгоритму Монтокарова. Это делается в тех случаях, когда 7 достаточно большая, сложная, ну и необходимо промоделировать процесс состава. Проблема в том, что мы отставание от какой-то высокой температуры до конкретной. Проблема в том, что на самом деле, если рассматривать, что в этой сети происходит, то оказывается, что у нее есть сложная структура. У нее есть глобальные минимумы, есть локальные минимумы. Это все необходимо учитывать. Я вам уже показывал, что в простейшем случае ортогональных образов у меня действительно, все, что я заложу в память по правилам Ухеба, будет устойчивым состоянием. Для этого достаточно просто вот эту вещь подставить вот к выражению для поля. Давайте это проделаем. Поле на каком-то узле HIT у меня на самом деле будет складываться. Я давайте, чтобы не загромождать запись, не буду писать суммы, предполагая, что по дважды повторяющимся индексу суммирование идет. То есть это будет так. SITK на SYTK на SYTK Ну вот теперь давайте рассмотрим какую-то ситуацию, когда предъявлен какой-то конкретный образ P. Какое поле будет действовать на соответствующий спин с номером? Видно, что здесь у меня идет суммирование. И то, что у меня здесь вот записано, это перекрытие между образами K и P. Если у меня образы взаимноортогональные, то это просто пропорционально дельта-симболу от K и P. Ну и означает, что поле, которое действует на спин с номером I, пропорционально величие знаку спина с номером I. Естественно, он при этом в этом состоянии и застынет. Сложнее, если образы неортогональны. То есть с ортогональными все просто. На самом деле, в правилах оптуда обеспечивает то, что мы узнаем, ну по крайней мере тот образ, который у нас появился, будет узнан. Если мы его же предъявим, то мы его же и узнаем. Значит, если вот образы неортогональны, то тут ситуация будет такая. Тогда поле на соответствующем узле будет складываться. Я вот из этой суммы выделю сумму я образ с номером P предъявил. Выделю ту часть, которая соответствует образу P. и останется та вещь, где K не равняется P. S и T, K не равная P, умножить на S и T, K не равная P, умножить на S и T, P. Ну, с первой частью все понятно. Значит, здесь вот эта вещь, если у нас спина плюс-минус единица, дает просто единицу, и мы опять имеем то же самое, что я сказал. у нас поле, благодаря вот это слагаемое имеет тот же самый знак, что спин в образе с номером P. То есть, эта часть стремится нам стабилизировать значение нейрона на соответствующем узле, причем именно в нужном направлении, в том направлении, которое соответствует знаку нейрона в этом образе. А вот с этой частью хуже. Эта часть создает шум. Гарантий никаких относительно того, чему равняется величина, чему равняется знак вот этой части дать нельзя. Ну, почему? Потому что здесь все определяется образами, которые, так сказать, далеки от нашего рассматриваемого образа с конкретным знаком P. Если посмотреть на отношение величин, то здесь что? Вот это вот единица, значит, ну это плюс или минус единица, то есть по величине вот эта часть порядка единицы на m. А вот эта часть по величине пропорционально, ну поскольку здесь есть сумма по всем йод, то ее величина порядка количества нейронов. То есть если количество нейронов я обозначу как n, то вот соотношение будет такое. то есть отсюда видно, что на самом деле то насколько хорошо у меня будет система запоминать образы пропорционально 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 величине или отношению m деленное на m. То есть как относится количество образов к количеству нейронов, которые у нас в системе имеются. Если образы не автогональны, то у нас нарастает шум и система в конце концов перестает распознавать образы. Ну вот на самом деле для того, чтобы за всем этим последить, нужно построить более физическую модель, о чем я сейчас расскажу. первые работы по сетям Коппилда они в основном строились с помощью различного рода матричных методов, анализа матриц, тут много задач таких характерных для матричного анализа. О чем идет речь, если говорить о физике? Если говорить о физике, мы имеем случайный магнетик, его не назовешь ни ферром, ни антиферром магнетиком, потому что здесь каких-то вещей о знаке параметров и ее дать нельзя. Это изенговский магнетик, поскольку мы договорились, что спины принимают значения плюс-минус единицы. Ну и есть еще одна особенность, которая вообще говоря, для магнетиков не очень характерна, но исходно модель Хокфилда закладывалась. На самом деле здесь каждый нейрон может быть связан с каждым нейроном, или каждый спин с каждым спином. То есть обмен является дальнодействующим. Вообще в реальных физических системах это не так. Как раз с точностью наоборот. обмен это, как правило, короткодействующий обмен. Но вот здесь предполагается, что он дальнодействующий. Дальнодействующий обмен в реальных физических системах известен в одной ситуации, когда мы говорим о ледкоземельных плонах, между которыми действует взаимодействие рутерма, телекосу и оси РККИ взаимодействия. Поэтому более или менее подходящий физический объект для поиска физической реализации таких систем это различного рода соединения редких земель. Значит, ну а так, если вот от этого отключиться, мы имеем дело с объектом, который в физике называется спиновое стекло. Название прижилось, потому что есть обычные стекла, где структура не кристаллическая, не нужна. Ну а здесь спиновое стекло, потому что в таких системах, скажем, в самых, так сказать, наивных представлениях о том, что такое спиновое стекло, спина упорядочена, то есть на каждом узле можно нарезавать стрелочку, но направление этой стрелочки хаотично. То есть на каждом узле, если говорить так, ну, конечно, сильно упрощенный, есть прицессия, но так, что в среднем, если я буду за спином на узле наблюдать, я магнитный момент вижу, это не парамагнетик, где-то момент крутится, так что в среднем на узле момента нет. Если я буду методами рассеяния нейтронов изучать такой магнитик, я увижу вот эти узельные спины, поскольку они будут взаимодействовать с нейтронами и рассеивать там нейтроны соответствующей ориентации спинов, и такие эксперименты многочисленные проводились, но в среднем никакого магнитного момента не будет, просто потому, что спины расположены хаотичной средней магнитной методами. Такие модели очень тщательно изучались в физике, потому, что с точки зрения физики это достаточно известная система, интересная система, ну скажем, почему интересная, потому, что мы обычно с вами работаем с физическими системами, для которых справедливо эргодическая теорема или эргодическая гипотеза, правильнее сказать. Смысл эргодической гипотезы заключается, как вы знаете, в том, что среднее значение какой-то характеристики по времени равняет среднему значению по возможной копии системы. Вот для спиновых стекол это не совсем так. То есть это не эргодическая система, ее фазовое пространство устроено достаточно сложным образом. Грубо говоря, в фазовом пространстве есть в термодинамическом пределе при количестве спиновостремящихся к бесконечности бесконечно много карманов с одинаковой энергией. Эти карманы разделены бесконечно высокими барьерами. Перепрыгнуть из одного кармана в другой достаточно слабо. Ну не то, что достаточно сложное практически невозможно. И попав в один из этих карманов система в нем остается. При температуре ситуация становится более сложной. Упрощенно это выглядит так. Вот скажем, у нас есть какой-то минимум высокотемпературный. При понижении температуры он распадается на два минимума. На два минимума. На два минимума. температуре объектами можно вводить с помощью расстояния до ближайшего общего плетка. Тут фокус такой, что если я оказываю здесь и в дальнейшем иду по этой веточке ниже и ниже при понижении температуры, здесь Т1, Т2, Т3, то в конце концов попадаю в такое состояние, из которого я выйти не могу. Вариант выйти, это нагреться, перейти в предыдущее состояние и благодаря температурным скачкам перепрыгнуть в следующие болезни, потом развиваться по этой ветке. Ну вот такого типа физические системы исследовались достаточно интенсивно. Значит основным параметром в таких системах были был параметр перекрытия. Мы с вами уже говорили, что я по-разному могу вводить расстояние в пространстве в том числе и в пространстве спинов. Могу в частности говорить, что у меня состояние определяется перекрытием, которое текущее состояние, которое достиг момента времени Т, имеет с каким-то из образов, который я запомнил или хочу запомнить. вот это перекрытие будет с индексом К, поскольку показывает, что я смотрю перекрытие именно с каким-то конкретным набором плюсов и минусов, дающим нюанс. Ну, скажем, если и плюсы и минусы дают мне букву Н, ну, это, например, перекрытие с буквой Н. В каком-то смысле это является аналогом понятия намагничность, ну, чтобы было понятно, намагничность будет, что такое на этом языке. Это образ, у которого все спины равняются плюс, 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 Вот. Перекрытие со всеми плюсами это аналог намагничность. Если я возьму там плюс, минус, плюс, минус, у меня будет аналог антиферомагнетика, перекрытие будет с антиферомагнетиком. Ну, на самом деле ситуация более простая. Здесь у меня есть некий конкретный образ, который я стремился в систему заложить. Вот эта вещь показывает, насколько далеко система находится от этого образа. По идее, если несколько упрощенно нарисовать фазовое пространство, то каждый образ у меня дает некоторую область притяжения в этом фазовом пространстве. Ну, и когда я систему предоставляю самой себе, она в процессе релаксации значит, каким-то из возможных способов скатывается к тому образу, к которому она ближе. понятно, что если я учитываю температуру, то у меня ситуация будет достаточно сложной. В чем сложность? Ну, она может сюда скатываться температурными колебаниями, ее перебрасывают в какую-то другую, флюктурациями перебрасывают в какую-то другую область. Ну, и в основном все, так сказать, попытки анализа такого типа систем Хопфилда сводились вот к чему. Они сводились к построению фазовой диаграммы. Вот фазовая диаграмма, которая соответствует данному гамильтониану, может быть изображена в следующем виде. Вот здесь условная температура. Так, температура, температура здесь измеряется, сейчас помню, чем. Здесь просто разные варианты измерять температуру. Во-первых, давайте введем такой параметр α равное m деленное на n, где n это количество нейронов, а m количество образов. Вот если я такой параметр введу, если я буду использовать для обменных интегралов правил Хива, я его выписывал, формулу повторять не буду, то окажется, что у меня среднее значение данного параметра k пропорционально тоже параметру α, ну и умножить на параметр n, так, и степень, сейчас, чтобы сказать в точности, какая степень, и степень m минус единица, m это связано с тем, что на самом деле k это вот такой параметр, обменный интеграл обменный интеграл и 1 и 2, обменный интеграл и 2 и 3 и 2 и 3 и так далее, обменный интеграл и kt и mt, есть определенный цикл, поскольку я закладываю, обменный интеграл определяется по правилу Хива, что вот такое произведение имеет циклический характер, если я дойду до некоторого числа m, то в дальнейшем у меня все начнет повторяться, ну просто из-за того, что на самом деле вот эти параметры не в чистом виде, случайные, они собираются из некоторых вполне определенных картин, вполне определенных образов, ну вот, значит, вот эта температура измеряется в единицах параметра k. Для нас это не очень принципиально, значит, можно, например, сказать, что есть некая максимальная величина, которая может достигать температуры, вот эта величина, значит, здесь отложена и максимальную температуру мы будем считать равной единице. Так вот, если это сделать, картинка получится такая. Немножко условно рисую. Вот это некоторые критические параметры. Это значение α по этой оси. Температура зависит от этого параметра и при α равном нулю она достигает единицы, но α равное нулю это означает в термодинамическом пределе конечное количество образов, бесконечное количество нейронов. Дальше идет вот такой параметр и вот здесь сильно утрирована еще вот такая картинка. значит, что здесь происходит? Ну, во-первых, вот эта часть при высоких температурах полностью аналог парамагнитного состояния. Система ничего не запоминает. То есть, все образы, которые мы собираемся вложить в память такой системы, это не локальные даже минимумы. Ну, как у парамагметики. То есть, состояние там со спинами, со всеми спинами вверх и со всеми спинами вниз не является устойчивым. Тепловые фруктуации это состояние нарушают. Значит, ниже этой температуры. Ниже этой температуры происходит следующее. Вот каждый образ, который мы хотели заполнить, соответствует метастабильному равновесию системы. То есть, в этой точке соответствующей образу, вот здесь, все точки, находящиеся здесь, значит, образ запоминаем, но состояние метастабильное. Фруктуации, температуры могут нас из этого состояния увести. Значит, с физической точки зрения, сложно даже найти аналог, ну, во множественных материалах есть такое состояние, метастабильное равновесие. То есть, скажем, ферромагнитное состояние существует, но система может из него выскочить. Если говорить о том, узнает она или нет, скажем, букву Н, которую мы сюда заложили, ну, узнает, но в ней не останется, потому что фруктуации температурные достаточно велики, и вполне вероятно, что она покажет нам, что узнала Н. Вот чисто визуально это так выглядит. Н постояли, постояли, а система, если продолжает, отдавать ей возможность двигаться и спинам меняться. Это Н начинает размываться в какие-нибудь другие будут трансформироваться. Вот здесь лучшая область для распознавания. Вот тут каждое состояние, соответствующее каждому образу, является глобальным минимумом. То есть, если система запомнила букву Н, и я ей показываю букву, близкую к Н, то она к этому состоянию и вернется. Здесь система обладает свойством, о котором мы в прошлый раз говорили, ассоциативной проницей. То есть, она узнает букву Н, даже сильно подпорчена, что, собственно, и вызывает интерес. То есть, я показал зашумленное изображение, она все равно узнает, что это вот. То, что ей показали, даже при достаточно высоком уровне шума. Ну, правда, это зависит от того, что она запоминает. Если образы сильно корролированы, то, так сказать, устойчивость не очень высокая. Ну, а вот здесь происходит то, что в физике называется возвратным спиновым стеклом. Вот в этой ситуации, это, так сказать, в физике обычное, привычное состояние спинового стекла. Спины на каждом узле есть, но в среднем спина нет. А если посмотреть на средний квадрат спина, то он отличен от нуля. А здесь средний квадрат спина. Средний квадрат по структуре равен. А вот здесь параметр Эдвардса, Андерсона так называемый, здесь средний квадрат появился, то есть спин не на любой на узле, но нет средней на магничности. А здесь же есть средняя на магничности. А вот тут снова все пропадает. Вот здесь как раз возникает ситуация, о которой я говорил. Система распадается на много-много-много локальных минимумов и застывает в каком-то минимуме. Иногда это называют по, так сказать, работам Парези, которые эти состояния физических спинных стеклах исследовали нарушением репличной симметрии. Ну, грубо говоря, у нас в нормальной системе любая ее реплика, в общем, эквивалентна, все ее реплики эквивалентны друг другу. Если я на моем языке беру спины и переворачиваю их каким угодно образом, то все, так сказать, разбросаны, любой вариант разброски спинов ничем не лучше и не хуже любого другого варианта. То есть все копии системы эквивалентны. А вот здесь не так. Здесь одна копия не эквивалентна другой. Одно состояние системы отделено бесконечно высоким энергетическим барьером от второго. С точки зрения распознавания это означает, что у нас возникло много-много ложных образов. Мы этому систему не учили, она считает, что тем не менее такой образ тоже имеет право на жизнь. Ну, кстати, беседовал как-то с людьми, которые реально делают нейрокомпьютеры. Делали, по крайней мере, в то время, когда мы беседовали. Но они вот говорили, что нельзя, чтобы там совсем не было температуры. То есть у вас это в жидкий гель не надо погружать. То есть физическая модель нейрокомпьютерси. Температура нужна, но она должна быть стабильной. Потому что нестабильность температуры приводит к тому, что система начинает глуждать под тем образом, который запомнили. Если температура очень низка, она начинает иметь ложную память, попадает в какое-то локальное минимум и застывает в нем навсегда. А она должна попасть не в какой-то, а вот именно в тот, которому мы ее научили. То есть реально сеть Коппилда работает вот здесь. Ну и обратите внимание на вот этот параметр. Здесь существует некоторое критическое значение. Значит, оно равняется примерно 0,14. Если количество образов, количество нейронов превышает данное критическое значение, то система ничего запомнить не может. Просто здесь на физическом языке мы имеем парамагнетик всегда. Это означает, что такая система не имеет никаких локальных минимумов, даже локальных минимумов, которые соответствуют какому-то из запомненных образов. Вот это очень серьезное ограничение. 138, ну это, грубо говоря, 14 образов на 100 нейронов. 100 нейронов это не такой уж плохой мозг. Насекомые, чарли и так далее, по-моему, больше имеют. Но понятно, что они образов больше помнят. То есть реальные биологические системы встроены существенно сложнее, чем то, что я нарисовал. Сложнее почему? Потому что в реальных системах на самом деле вот эта вещь зависит от состояния других нейронов. У нас-то никак не зависит от того, в каком состоянии находятся нейроны на узлах и ее. А в реальности зависит. Если я начну учитывать эту зависимость, то я получу мульти нейронное взаимодействие. Скажем, если это у меня зависит от состояния асьетова, ну у меня появится, линейно, например, появятся там тройки спинов. Значит, если зависит от асьи и асьет, появятся там четверки спинов и так далее. В свое время мы придумали сеть, у которой таких взаимодействий мульти нейронных могло быть сколько угодно. То есть и второго, третьего, четвертого и так далее до бесконечности порядков. Она сама выбирала, на каком порядке остановиться нужно. Ну вот у нее информационная емкость была очень высокая. На 100 нейронов она практически неограниченное количество образом могла запомнить, что, естественно, было гораздо ближе к реальным биологическим задачам. Одна из них, скажем, известна как проблема N-ферзей, N-квейт-проблен. Проблема звучит так, есть шахматная доска, ну не обязательно 8 на 8, как реальный шахматная. Размеры могут быть любые. Сколько ферзей на заданной шахматной доске, заданным количеством клеток можно разместить так, чтобы они друг друга не били. Значит, интересно при решении различных задач протекания, при трассировке схем, ну и тому подобным вещам. Вторая задача, известная задача Камивояжора. Камивояжор должен проехать там заданное количество городов по кратчайшему маршруту, не посещая два раза в день на тот же город. Есть задача, связанная, известная как распределением работ по N-машинам. В цехе есть N-машин, нужно выполнить операции, вот как их оптимально распределить по этим машинам, так, чтобы время выполнения работ было кратчайшим, и машины не простаивали. Вот для каждой такой задачи скрупулезные японцы, потрудившись, придумали свою собственную архитектуру нейронной сети. Ну и, по сути дела, это позволяет создать нейрочип, сеть Хопфилда, который будет решать, ну скажем, только задачи Камивояжора, или только задачи трассировки микросхем, но будет решать ее хорошо и быстро. Значит, любую, сколько угодно сложную схему, он, значит, моментально он пространствует. Вот такого рода работы велись. Были работы с попыткой создать физический аналог модели Хопфилда. Ну это магнатик, трассмагнатик, значит, можно попытаться найти реальный магнитный материал. Значит, есть, наверное, известный вам эффект магнитооптика, который заключается в том, что участки намагничены, по-разному там поляризуют падающий или проходящий через них свет. Ну и можно создавать магнитооптические устройства записи и считывания информации. В примитивном варианте, грубо говоря, можно нарисовать картинку и в каком-нибудь поляризованном свете картинку на пленке. Эту картинку либо в проходящем, либо в отраженном виде. Ну просто потому, что картинка будет создана расположением спинок в разных участках пленки. Я, скажем, нарисую там лицо, реальное лицо я рисовалась. Значит, но на самом деле это у меня мелкие участки. В каждом участке спин направлен либо сюда, либо сюда. Реальный спинок, это не мой условный нейрон, а реальный физический магнитный момент. Ну и в поляризованном свете этот участок будет там виден либо белым, либо черным в зависимости от направления спина. Понятно, что не так просто это записать, чтобы нарисовать лицо. Нужно в достаточно мелких участках создать взаимно противоположные ориентации спинов. То есть это отдельная проблема создать такие высокоградиентные магнитные поля, но проблему решать. Значит, вот такие участки создавались, пленка намагничивалась и затем, локально в каждой точке, затем начиналось нагреваться и при этом происходило что? При нагревании пленки, это же такая аморфная структура, все эти эксперименты вот на таких аморфных структурах проводились, ну пленка начинала, грубо говоря, течь. То есть менялась физическая пространственная ориентация тех ионов, из которых она состоит. В итоге у нас происходило изменение обменных интегралов. То есть если я, скажем, руками держу спины и системе позволяю менять энергию, за счет чего это может происходить? За счет того, что обменные интегралы подстраиваются к текущему расположению спинов. Реальный физический процесс подстройки это изменение расстояния между атомами. Вот они и начинали меняться. Ну причем, значит, то, что, скажем, магнитным полем, изменив магнитную структуру, можно вызвать перестройку кристаллической структуры в тех случаях, когда обменный интеграл, обменное взаимодействие достаточно сильное. Ну, в общем, такие вещи мы наблюдали не для спины высокого, а для других магнитиков, скажем, примесных. То есть это вполне реальный процесс. Ну вот там пытались сделать, что сначала намагнить, скажем, один портрет, подогреть пленку, обменные интегралы перестраиваются, подстраиваются, то есть у нас идет, ну, по сути дела, аналог биологического процесса, как ребенок узнает родителей, например. Показали папу, вот он, значит, на него смотрит, у него там связи между нейронами и мозгу подстраиваются. Показали там дядю, связи подстроились, значит, он запомнил, что это не папа, во всяком случае, значит, а некий обобщенный дядя. Вот и здесь то же самое. Показали один образ, подержали, пленка запомнила, если теперь показать ей испорченную фотографию, она все равно восстановит испорченную фотографию. Дальше показали второй образ, она его запомнила, но большого успеха это не имело, скорее, как так сказать, курьезное подтверждение того, что он на самом деле работает, в том числе на уровне физических реализации моделей Хопфида. Реально много образов таким образом не запомнишь. Почему? Потому что аморфная пленка не любит постоянных нагревов и охлаждений. Если ее там несколько раз нагреть и охладить, нагреть и охладить, она, скорее всего, закристаллизуется и перестанет вообще что-либо распознавать. Но, по крайней мере, работы, в которых, скажем, запомнился один образ, и потом, если ей показывают этот же образ, но испорченный шум, и она его узнает, такие работы были. Это, в принципе, интересная модель. Ну, и были модели, в которых рассматривались ансамбли нейронных сетей. Ну, грубо говоря, вот эта модель изолированная нейронная сеть описывает, а представьте, что у вас несколько таких сетей, и мы еще каким-то образом задали взаимодействие между ними. Получим коллектив людей, у каждого там свой набор образов заполнен, в новом месте они могут еще какие-то образы коллектива запомнивать. Вот такого типа модели использовались для моделирования социального поведения. Мы с моим еще, когда дипломником, когда работал на кафедре физики в УПИ, такую модель создали, значит, с целью посмотреть, как ведут себя в коллективы, в котором есть значит, сильные лидеры. согласованным поведением, согласованным, как члены коллектива разбиваются между лидерами, ну, в каком-то смысле это интересно, например, для того, чтобы моделировать те же выборы. То, как влияет на избирателей, кого они поддерживают, там достаточно любопытные вещи были, за этим было интересно сведеть, как скажем, все перетекают к одному лидеру, потом, что начинает там слабеть, перетекают к другому лидеру, и так далее. Но, в целом, есть и другие, конечно, модели для моделирования социального поведения. просто я еще раз повторю то, с чего он начал, что вот такие системы, а их общее название системы с конкурирующими взаимодействиями, здесь, на самом деле, это не фера, не антиферомагнетик, это конкурирующее взаимодействие, невозможно найти идеальное расположение спинов, каждая будет чем-то плохо, но, в целом, всю систему будет каким-то образом это устраивать. вот спиновые стекла или нейронные сети это хороший пример модели с конкурирующими взаимодействиями. Значит, и для моделирования различных процессов в таких системах они могут использоваться. Были работы по моделированию поведения толпы, есть такой термин теория толпы с помощью нейронных сетей, но, где-то пик популярности подобного рода систем пришелся на середину 90-х годов, потом угас, но я уже говорил, почему произошло угасание. Одним из больших недостатков нейронных сетей в качестве экспертных систем, систем, которые что-то моделируют, является то, что они не могут дать ответа, почему получен такой результат. То есть, они не дают результат, но им приходится либо верить, либо не верить. хотелось бы, чтобы было пояснение, что мы считаем, допустим, что курс пойдет вверх по каким-то причинам, нейросеть на это не способны в принципе. Но свою нишу они заняли в рамках этой ниши анализировать предприятия, курсы, экономические явления. В принципе, можно. Такие работы ведутся. Вот примерно то, что я хотел рассказать о нервной сети. Если есть вопросы или возникнут вопросы, то, пожалуйста, обращайтесь. Курс закончен, все. Курс закончен, все. Так, а у вас что там должен быть зачет? Да, вот в деканате мне вчера послали и сказали перед ним я, мне идти спросить у нее. Ну ладно, я тогда уточню, что там у нас должно быть. У меня есть задачки там некоторые на нервной сети. Ну вот хотелось бы, не знаю, хотя бы какой-нибудь простейшим нормальный сенсор программировать. Попробуйте. Программируйте перцептронный, попробуйте его научить распоряжать чего-нибудь. А у нас когда зачет будет?